Кратенький ответ на вопросы Вернее, кратенький ответ на то, что вы написали Ирина Марчукова Петрович, можно ли во время голодания пить витамины, селен, спирлину, витамин А, С Что-то из этого А то судороги сильные Будьте добреньки, напишите Голодание есть голодание, ничего не принимается На то, но и голодание Судороги сильные Судороги сильные происходят из-за того, что Возможно, в организме чего-то не хватает Но, самое интересное, на голоде Происходят такие процессы, которые выравнивают все это То есть, когда вначале организм настраивается на голодание Происходит масса разного рода вещей Порой неприятных крайне Но, со временем, все это выравнивается Вот, что самое интересное Поэтому, что я тут могу посоветовать Я могу только посоветовать то, что Голод есть голод Это значит, принимается вода И все Ну, и те процедуры, которые там Описаны очистительные Надо просто-напросто подождать Пока все это дело уравновесится Да, и у меня там были какие-то такие явления Тем более, допустим, если идет интоксикация Много шлака выбрасывается Так что, что-то применять там, допустим, капельницы Для того, чтобы этого не было Или еще что-то Нет, ничего не применяется Просто Начинаете голодать Не сразу какие-то большие сроки А всего лишь всего день Раз в недельку Потом, допустим, трое суток Раз в две недельки И так потихонечку Организм сам выровняет все эти Перекусы, которые в нем были И не будет вот такого вот вхождения Когда там судороги Или еще там что-то там Работа То есть я ответил на этот вопрос Значит, Академия релаксации Это массаж живота Уважаемый доктор Почему вы не предупреждаете людей Которые вам доверяют Что этот метод небезопасен Продавленные органы Вы можете усугубить проблему О которой человек может не подозревать Опухоль, язва, болезнь крона Камни желчного водящего пути Почек Люди, имеющие такие проблемы После ваших советов Могут как минимум попасть на операционный стол Вы знаете, а тут Совершенно прав Совершенно прав Что там у вас имеется Что там Это все вы делаете На свой страх и риск А для того, чтобы вот этого Не было Вы начали делать так Интенсивно Сначала изучите свой организм Хотя бы немножечко Мягко попробуйте Не то что-то там давить То есть во всем Должна быть голова и мера Если вы этим хотите заниматься Плюс смелость Взять всю ответственность Ответственность на себя А в любом случае Будет ли делать кто-то Или вы Результат в конце концов Будет на вас Вы будете его пожинать Поэтому для того Прежде чем что-либо делать Изучите свой организм Пробуйте, если что-то Осторожно Все это может быть Я с детства согласен А в эпилепсии 30 лет опыта Время онлайн Отвечает И для чего этот пустой ролик Ни внука нет в кадре Ни документов с диагнозом Ни схемы лечения Ни документов о результате лечения Ну зачем такое громкое Название ролика И такая пустота внутри его Для чего он снять Мы и так знаем Что есть примеры Из лечения тяжелой болезни Где конкретика Вы знаете Да, есть различные примеры А это вот еще один пример И это как раз разговор с человеком Который через все это прошел Возможно кому-то это не надо Абсолютно не надо Он с этим не сталкивался Или там что-то там Конкретика действительно какая-то нужна Вот А здесь совершенно иное Совершенно иное показано Возможность Выслушать человека Освободить его от того груза Который в нем скопился За эти 30 лет Который он вынес Вот в чем Суть этого ролика А далее уже Если вы хотите Там непосредственно Можете пообщаться с ним самим Но самая важная задача Прежде всего заявить Что такое есть Как Тигран говорит Альтернатива Да вот одно А вот тебе другое И посмотрите внимательно Мои вот эти вот там Комментарии И плакатики Которые там в видео Получается Что не зная Что такое эпилепция Как действуют эти лекарства Ну примерно вот так там Пытаются это лечить Я тут немножечко Отвлекуся Отвлекуся Начну с того Что знаете Вот на одном этапе Нашего с вами Цивилизационного развития Какие-то действия Поступки Могут С научной точки зрения Объясняться В своей правоте А именно Вот начнем Со средних веков Уже тогда были Лекари И я смотрю Передачу И там какого-то короля Хотели отравить В средние века Вот И для того Чтобы Извлечь из него Яд Этого короля Подвесили за ноги Дабы чтобы Этот яд Согласно Логике Вытек Из Из Его организма И пока он висел У него В этих глаз Пожалуйста Есть такой Есть Далее Вот смотрите Теперь Два свежих случая Один совсем свежий А другой Несколько Такой Давнешний Все мы помним Тера Красавца Который играл Главную роль Свинарка И пастух Вот ему там Исполнилось 100 лет И даже больше И его Пригласили В больницу На обследование Как же так Мол ты вот 100 лет живешь Как у тебя Состояние организма Что там у тебя В порядке Что там Не в порядке Ну короче Пригласили Старикана Он оступился На ступеньке Упал И сломал Шейку бедра И вскоре умер Вот тебе Обследование В больнице Вроде бы Пригласили С благой целью Которая Привела К чему К концу Этого актера Юрий Лужко Человек Уйдет В 84 Год Дожить Бы До такого Дожить Бы Плановая Операция Я просто Не знаю Как сказать Плановая Операция На сердце Существует Такое понятие А хватит Ли у человека Жизненной силы Чтобы пережить Само лечение И как правило У стариков Они уже там Минимум Этой жизненной силы Естественно Любой там Его так вот Толкни посильнее И все Ему не хватит Жизненной силы Чтобы прийти Опять В прежнее равновесие А тут операция Как Как Современная Там Медицина Вот С каких Она Позиций Решила Так сделать Планную Операцию На сердце У человека Которому Там всего лишь Осталось Там пожить Ну Несколько лет Вообще Тут его надо Просто оберегать Чтоб Чтоб Не было Никаких Этих Потрясений Тем более Таких Манипуляций Со здоровьем И Приехал Сам С роднёй А увезли Мёртвого Вот тебе Бабушка И Юрьев День Поэтому Как-то Разумно Надо вообще-то С долей Просто Обыкновенного Разума Трезвости Подходить К своему Собственному Организму И К тому Что вам Предлагают Сделать Чтобы не Получилось Противоположного Вот Моя Основная Мысль Вот они Вам И документы С диагнозами Схемы Лечения И прочее 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 А это Пример Того Эпилепсия 30 лет Как Человек Сумел Не с первой Попытки Но зато Со второй Справится С этим Заболеванием А это Дорогого Стоит И вот Это То Что Дорогого Стоит Об этом Я как раз И хотел Рассказать Вот Для чего Этот ролик Так Виталик Эпилепсия В основе Духовного Заболевания Не будем Спорить Что это За заболевание Тем более Когда Если появляется Второе Я Это Накладывает Знаете Такие Мысли Что это не только Там повреждены Там какие-то В голове Центры Так Андрей Чудеса Опять-таки Пропилепсит Так А что покупать И принимать Вот Андрей Чудеса Не покупать И принимать А сначала Сначала Надо понять Сначала Вот надо Послушать Вот такие Вот беседы Знаете Вроде бы Они кажутся Как беседа Там ни о чем Нету конкретных Рецептов Или еще что-то Хотя там все сказано Почему там Нету там Рецепта Нету еще Там схемы лечения Сам подход Это очень важно Если в основе Лежит правильный подход Вы можете Оставаться здоровым Если подход Неправильный Вот как он говорит Вас На основе Научных Разработок Якобы таких Сделают Овощем В результате Лечения Хорошая идея Приглашать людей Которые бы делились Опытом лечения Болезней Как бы ролик Неплохой Идея сама Неплохая Но хотела бы С более полной Информации В дальнейшем Что касается Более полной Информации В дальнейшем Значит Там есть Телефон Тиграна Вы можете С ним Созвониться И Расспросить О том О всем И как Я Намеренно Никаких Тут Рецептов Не беру Не даю Дабы Дабы Не участвовать Вот В какой-то Возможной Спекуляции Что Ага Я могу Сам Там Делать Как Как Это Случилось В случае С Студикампом Вот Есть Какой-то Тут Студикамп Такой А есть Вот Студик Ларк Этакий То есть Тут керосин Здесь керосин Тут орех Здесь орех Но это оригинал А это не оригинал Вот что-то тут Такое надо было сделать Пожелаете Значит Узнаете Не пожелаете И надеждами Цега Про эпилепцию Специально Людей истребляют Что я хочу По этому поводу Сказать Специально Или не специально Вот В процессе Я самостоятельно Посмотрел И Вот эти вот Выдержки Про эпилепцию Что такое эпилепция Ну Примерно Как она возникает Это не я написал Это написали люди Там Рамотные Которые Вроде как В этом деле Варятся Лечение Препараты И Противопоказания Одно дело Вот знаете Я так вот понимаю Вот все Лечение Какое бы ни было Сложное заболевание Я думаю Оно должно Длиться Максимум Полгода Лечения Полгода Лечения Должно Длиться И человек Должен быть здоров Если Этого Не происходит Значит Это не лечение А это Это что-то Совершенно иное То есть Под лечение Под целительство Когда человек Пройдя Курс лечения Должен стать Абсолютно здоровым Как он был до этого Вот это Лечение А если Это не произошло Значит Это не лечение И там Несколько лет Там лечат И прочее И прочее И вот Тут-то Я хочу вам Заметить Что есть Заболевания Которые Поддерживаются Образом Жизни Врачи Абсолютно Не интересует Какой Образ Жизни Ведет Этот человек Это редко Редко Что-то там Такое Спрашивается Расспрашивается В основном Этого Нету Мы пытаемся Вот тебе Знаете Как Опять-таки Хорошо С автомобилем Это Тело Как новенький Автомобиль Вжик Газанул И побежал Побежал Там По буеракам Бензин Вместо 95 Там 73 Заливает Масло Не меняет Та-та-та-та-та-та Тух-тух-тух-тух-тух-тух Захарчал Хоп Приехал В мастерскую То бишь В больницу Ага Там Дик-дик-дик-дик-дик-дик-дик-дик-дик Все Подделали И там Сел я Брррр И понесся И опять То же самое И опять В мастерскую Так вот Для того Чтобы это не было Сначала Пересмотреть Образ жизни Есть заболевания Которые Поддерживаются Образом жизни И не понимая Это мы будем лечиться Годами 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 А как это было Так и Рецидивы будут Особенно Это касается Значит чего Я вот Убедился Из жоги Я раньше не понимал Особенно Там в детстве Я любил Знаете Там Килька в томатном соусе Вкусненько Потом это Икра Кабачковая Там на хлебушек Все вроде вкусненько Потом из жога Да шо ж такое И не связывалось Что ты съел И почему из жога И вот только Когда я стал понимать Вот этот вот Вот эту вот связь Я просто-напросто Убрал Томатную поджарку Убрал все Что желтое Что кислое Что вот еще Жареное Вот это обработанное Термической обработки Вот типа Икра Из кабачков И жога Прекратилась Ее нету Но как только Я Начну Опять Есть Эти продукты Она вернется Она никуда Не денется И так точно Очень многие Другие заболевания Причем Это такие Я бы даже сказал Не заболевания А расстройства Которые возникают От переизбытка Некоторых жизненных принципов Которые мы С пищей употребляем То есть это одно Другое дело Есть заболевания Которые связаны С наличием Какой-то Вредной Микрофлоры Бактериальной Грибковой Там Вируса Что вроде бы Так раз как-то И подавили Ага Нормальненько Нормальненько А потом что-то там С организмом случилось Мы там переели Или еще что-то Там такое И она опять И она опять Возникает А потом удивляемся А откуда там Простатит Там берется Откуда еще Какие-то там Заболевания берутся И возможно Даже откуда Эпилепсия берется Что родители Могут болеть Болеть Могут Допустим Какой-то Грибковой инфекцией А их Дети Вроде бы Грибка может быть Особо не быть А зато Этот уже Грибок Сожрал Нервные Там Окончания Где-то В головном мозге И в нервной системе Или еще Возникают Судороги Припадки То есть Идет Трансформация Заболевания Вот Вот Немножечко Я Хотел Прокомментировать Ваши Комментарии Своими Комментариями Благодарю за просмотр Если вам понравилось Видео Ставьте лайк Звоните в колокольчик И подпишитесь на канал Ваше участие Развивает канал И способствует Его продвижению Доброго здоровья И до новых встреч